Надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, рассчитываю, что ничего подобного не случится. Да и невозможно людей запугать, которые живут на этих территориях в Донбассе, в ЛНР, ДНР. Мы видим, что там происходит и видим, как люди это все переносят. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и будем это делать дальше. Но то, что происходит в целом вокруг этих территорий, это, конечно, печально. Но это, кстати, говорит еще и о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему. Но как можно решать эту проблему, считая эти территории своими и организуя там полную блокаду этих территорий? Как можно считать эту территорию своей и людей, которые проживают на этой территории, своими гражданами и постоянно подвергать их обстрелам, когда страдают мирные жители? Именно мирные жители. И сейчас представители ОБСЕ фиксируют увеличение этих обстрелов именно со стороны вооруженных сил Украины. Зачем это делать, когда нужно просто идти по пути выполнения Минских соглашений? Это просто нелепо с точки зрения реализации конечного результата, восстановления территориальной целостности страны. Чем дольше и чем дальше это происходит, тем хуже для Украины. Ну, смотрите на Украине. Четвертый год, значит, одна революция, 14-й год, другая революция, переворот государственный. Результат. Посчитайте статистику самих украинских служб, статистических. Падение производства, как будто у них не одна пандемия там уже прошла. В некоторой отрасли производства, которыми гордился весь Советский Союз и сама Украина. Это авиастроение, судостроение, ракетостроение. Это то, что создавалось поколениями граждан Советского Союза, всеми республиками. И чем, конечно, могла и должна была гордиться Украина. Этого почти ничего не существует. Происходит деиндустриализация Украины. Она была, наверное, не одной из, а может быть, даже самой индустриальной республикой. Ну, Российская Федерация, конечно, Москва, Петербург, Сибирь, Урал, всё понятно. Но одной из самых индустриальных республик. Где это всё теперь? И зачем это утрачено? Это просто глупость тех, кто это сделал. Просто глупость и всё. Это для нас всё не чужие страны. Это не чужие где-то там за морями государства, о которых мы мало чего знаем. Очевидно, мы жили в рамках единой страны не просто многие годы, столетиями жили в рамках общей страны. У нас колоссальные связи. У нас очень глубокая кооперация в экономике, гуманитарные связи. Мы все говорим на одном языке, в том или ином смысле, с большей или меньшей степенью. Но мы, по сути, все люди одного культурного пространства. Я уже не говорю об истории. У нас общая история. Общая победа над нацизмом. Наши предки, наши отцы, наши деды кровью своей скрепили наши особые отношения. И чего бы ни происходило сегодня, как бы ни складывалась конъюнктура политическая на данный момент времени, я уверен, что вот эта общность интересов, она в конечном итоге пробьёт путь к возрождению наших отношений. Со всеми странами, как бы тяжело ни складывались с ними отношения. В то же время, и это тоже очевидная вещь, когда дело дошло до распада нашего общего государства, до СССР, те люди, которые занимались этим, не подумали, но должны были подумать, каким геополитическим последствиям это приведёт. Но было очевидно, что у соседей всегда не только совпадающие есть интересы, но и есть разница интересов. И перетягивание каната тоже всегда возможно. Мне думается, что мы, тем не менее, можем, должны и обязательно найдём все решения для сложных вопросов. Не надо только ничего нагнетать, преувеличивать и делать упор на те вопросы, которые являются спорными, а нужно, наоборот, смотреть на то, что нас может и должно объединять. И объединяет. А что? Общий интерес. Вот смотрите, в области экономической интеграции кто не заинтересован в том, чтобы мы экономически интегрировались? Только наши конкуренты. А все страны постсоветского пространства не могут не понимать, во всяком случае умные люди не могут не понимать, что объединение усилий при использовании общей инфраструктуры, общего транспорта, энергетической системы, общего языка, который нас не разделяет, объединяет, и так далее, и так далее, и так далее. Это ярко выраженные конкурентные преимущества, за приобретение которых в некоторых экономических объединениях и структурах борются десятилетиями. А у нас это всё, всё нам дано нашими предками. Надо этим пользоваться. И это выгодно для всех нас. Это абсолютно точно. Это просто выгодно. Белоруссия, вы сейчас упомянули. Да, там мы видели этот турбулентный процесс. Но вот на что хотел бы обратить внимание? На то, что, как вы заметили, ведь Россия не вмешивалась в то, что там происходило. Не вмешивалась. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться. Никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу. Я уже говорил во вступительном слове. Ничего, привнесённое извне, внутри той или иной структуры, того или иного народа, того или иного этноса, работать не будет без учёта специфики, культуры, истории народа и так далее. Поэтому нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться со всей ситуацией, принять соответствующие решения. В том числе и, может быть, эти решения лежат на пути принятия поправок в действующую конституцию либо принятия новой конституции. Президент Лукашенко об этом сказал публично. Да, можно сказать. Ну, сейчас он там что-нибудь напишет себе на пользу, и всё это ничего не имеет общего с демократией. Но, вы знаете, всё можно ведь оболгать. На всё можно посмотреть скептически. Я уже вот говорил. Ну, ладно, не буду уже, чтобы не вдаваться в детали. Но то, что происходило в Беларуси, выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов, развитых демократий. Понимаете? Да, и жёсткость была, и всё. А, может быть, даже неоправданно. Ну, тогда пусть ответят те, кто это допустил. Но в целом, если сравнивать и посмотреть на картинки, во всяком случае, безоружному человеку в спину никто не стрелял из боевого оружия. Вот я о чём. Поэтому давайте спокойненько с этим нужно разбираться. Я уже много раз говорил своим коллегам. Вот ко всем нашим постсоветским странам нужно относиться с особым вниманием и очень осторожно поддерживать вот эти ростки государственности. Ни в коем случае не вмешиваться со стороны, с какими-то советами и с рекомендациями, а тем более избегать всякого вмешательства. Потому что это разрушает хрупкие, только нарождающиеся институты суверенитета и государственности в этих странах. Надо дать возможность людям самим аккуратно строить это отношение внутри общества. Просто показывая примеры, но не лезть как слон в посудной лавке там со своими предложениями, со своими миллионами в один или в другой адрес. Поддерживать ту одну, туру в другую сторону. Продолжение следует...